Всем привет! Мне лень делать дисклеймер, но так как я человек гуманный, считаю должным предупредить, что данное видео может вызвать сильное возгорание у людей с низким IQ, и если вы не уверены в себе, не выходите из автобуса. Сегодня я постараюсь объяснить, почему Хабиб Нурмагомедов бумажный чемпион, и пока, я подчеркиваю пока, потому что в его силах это изменить, завоеванный им пояс не имеет большого веса. 8 апреля произошло сразу несколько значимых событий. Во-первых, боец из РФ впервые стал чемпионом UFC в новейшей истории турнира. Как мы знаем, был ранний этап становления организации с более хардкорными правилами и по сути системой гран-при, одной из которых в 96 году выиграл Олег Токтаров и стал чемпионом, проложив остальным бойцам дорогу в ММА. За русским медведем за моря двинулись Игорь Вовчанчин, Федор Емельяненко и многие другие корифеи. Во-вторых, впервые в UFC за чемпионство с одной стороны боролся боец, чье место в рейтинге на тот момент определялось 11 позицией. Нонсенс, но так сложились обстоятельства, и ничьей вины в этом нет. В истории легкого веса UFC было 9 чемпионов и с таким большим андердогом, как Эл Яквинта, к тому же готовившимся к совершенно иному стилистически сопернику, довелось побороться за пояс только Хабибу Нурмагомедову. Как поется в нашей с вами любимой песне «Удача любит смелых и выносливых». Я не считаю нужным разбирать поединок, ничего захватывающего, на мой искушенный взгляд, в нем не было. Первые два раунда представляли из себя классический для Нурмагомедова рисунок. Нырок в ноги, прихват за стопу, затягивание в партер и контроль ради контроля. То, за что его многие критикуют и называют одеялом. Далее почти три раунда он продержал зажатого и боящегося пропустить очередной тейкдаун американца на джебе. В редких эпизодах, когда Эл все же решался атаковать его и взрывался, пропускал, показывая, что все еще сырой в стойке. Победа! Самое время вернуться к макулатуре. Так почему же все-таки Хабиб бумажный чемпион? На этот вопрос ответил он сам в 2014 году, дав интервью американскому изданию ММА Джанки. Петис чемпион, но не настоящий. У него не было защит в течение полутора лет. Он не защищал пояс. Да, он выиграл его, но он бумажный чемпион. Я считаю его бумажным чемпионом. Все знают, что я настоящий. В следующем бою я получу титульный шанс. Этот пояс будет моим. И так далее. В продолжении Хабиб упрекает владельца титула Энтони Петиса в том, что тот дерется только с ударниками. Для Нурмагомедова Петис тех лет не является чемпионом. Но давайте взглянем, как Showtime пришел к успеху. Он выиграл подряд у Джереми Стивенса, Джола Узона и Дональда Сирона. Все эти ребята железные топы, и двоих из них он нокаутировал. Затем вырвал пояс из рук Бенсона Хендерсона, до этого защитившего его трижды, и сам отстоял в схватке с экс-чемпионом Strikeforce Гилбертом Мелендесом до прихода в UFC, считавшимся лучшим легковесом за пределами октагона. Послужной список более чем впечатляет. В свое время Хабиб также подвергал сомнениям чемпионство Конора Макгрегора. Давайте отследим его путь. Несмотря на то, что ирландцы, очевидно, вели промоутеры, подбирая удобных соперников, рано или поздно ему пришлось столкнуться с чемпионом полулегкого веса Жозе Альдо, на тот момент не проигрывавшего 8 лет подряд, вдумайтесь в эту цифру, и перебившим всю до исключения элиту своей категории. Но сначала был Чет Мендес, третий номер в рейтинге, победа Макгрегора нокаутом, и последовавшая за ней сумасшедшая победа Надальда за 13 секунд. Слабоумные тогда посчитали это ворком, не вопрос. К слову, когда еще не бит Вальдо предложили самому Хабибу, он отказался, и теперь рассказывает, что ему все равно с кем драться. Едем дальше, поединки с Нейтом Диасом, озолотившие обоих, и счет 1-1 в двух матчах, при том, что победу Конор одержал в весе соперника, перескочив сразу через категорию в несвойственный для себя полусредний, где смотрелся карликом. И, наконец, вишенка на его торте, уничтожение бывшего Беллатор и действующего чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса, который перед этим менее чем за минуту разгромил Рафаэля Досаньюса, с которым сам Хабиб провозился 15 минут и выиграл, как обычно, решением судей. Слабоумные тоже назвали эту победу Макгрегора ворком, не вопрос. И вот мы подобрались к самому интересному, что же за душой у Нурмагомедова. За 6 лет в UFC одна и самая важная победа над парнем из топ-3 Эдсоном Барбозой. Естественно, решением. Мало что значащий выигрыш у Майкла Джонсона, на тот момент занимавшего то ли шестую, то ли восьмую строчку в рейтинге, а сразу после боя с Хабибом вылетевшего даже из топ-15. И героический захват пояса в поединке аж с 11 номером и квинтой. Пока это все, остальные соперники Орла на момент его встречи с ними высоко не котировались. Нет, я не верю вам. Если для Хабиба вышеперечисленные спортсмены, отбиравшие пояса у действующих чемпионов и легенд спорта, не являлись авторитетами и их пояса сделаны из бумаги, из чего тогда его пояс? Может быть, из макарон, которые так любят итало-американец и квинта, и его ментор Мэтцера? Я затрудняюсь ответить. Чтобы изменить эту картину, Нурмагомедову нужно всего ничего, победить Макгрегора или Фергюсона. Будем надеяться, что один из этих поединков все-таки состоится осенью этого года, после чего Хабиб докажет свой высокий класс, либо так и останется в истории как единственный макаронного пояса. До новых встреч!